Друзья, всем привет! Присоединяйтесь к сегодняшнему эфиру. Я пока присоединяю нашего особенного гостя. Сегодня у нас в эфире будет Михаил Баранов. Сейчас я его добавлю. Так. Михаил, надеюсь, он сейчас примет наше приглашение. Я надеюсь, что он сейчас примет наше приглашение, потому что тема у нас сегодня совершенно интереснейшая. Так, Миша, мы тебя слышим, но мы тебя не видим. Мы пока видим только... Вот он! Отлично! Супер! Спасибо тебе большое, что присоединился к сегодняшнему эфиру. Замечательно! Друзья мои, я думаю, что все, безусловно, у всех на слуху имя Михаила Баранова. Но на всякий случай я еще расскажу про некоторые особенности, про которые, возможно, вы не знаете. Например, я вот сегодня специально еще смотрела биографию нашего сегодняшнего гостя. Это человек, который занимается йогой с 95-го года, друзья мои. То есть многие из нас только родились в это время, а он уже занимался в этот момент йогой. И за его плечами действительно серьезнейшие совершенно школы и практики в разных направлениях, что тоже, безусловно, заслуживало бы ни одного более подробного эфира. Но сегодня мы с вами поговорим о том, чем... Ну, вы знаете, когда каждый человек, который занимается йогой, когда говорят про Михаила Баранова, все сразу говорят, а, ну да, это с пранаямами, пранаямами. Поэтому сегодня мы непосредственно тоже поговорим на тему, которая, да, близко ассоциируется, так сказать, в массах с именем Михаила Баранова. В том числе я хочу, кстати говоря, подчеркнуть, что Миша будет давать свои классы на фестиваль йога-радуга в Чирале. И как раз будет давать свои классы по пранаяме. Ниш, расскажи, пожалуйста, да, вот расскажи сначала, какие классы ты собираешься давать и что вообще вот ты, как громадный специалист по пранаяме, да, вот какие у тебя есть наработки и интересные подходы в этом области? Сейчас. Немножко. Я на самом деле не помню, какой я в программе темы классов заявил, там точно есть пранаяма. Просто я последнее время так много веду постоянно лекций, практик и прочего по пранаяме, что у меня в голове все смешалось. Вот, я часто студентов переспрашиваю, считал я вам эту тему или еще нет, потому что многое дублируется. Я сейчас просто сайт йога-феста открываю. Хорошо, договорились. Да, договорились. Тогда я уже точно скажу тему, которую я заявил на фестивале. Отлично. А пока Миша выясняет, что же из всего его богатого опыта он собирается, чем он собирается поделиться на фестивале, должна сказать о том, что Миша, между прочим, пришел к нам сегодня на эфир не с пустыми руками, а с специальным подарком, который может получить абсолютно каждый. Я, кстати говоря, повесила линк в свою шапку профиля, поэтому, друзья мои, те, кто интересуется подробной темой, именно, ну вот, что касается проноям и, ну, действительно, работы с дыханием, те переходите и получайте специальный презент от Миши для нас сегодня. Ну что, я на сайте фестиваля. Да, у меня есть там тема по пронояме. Собственно, да, здесь заявлена тема пронояма и техники сенсорной депривации. Ну, и слово, может быть, не всем знакомое. Сенсорная депривация – это, по сути, протихара. То есть устранение нашего внимания из поля чувственного восприятия. То есть в обычной жизни мы привыкли, что у нас ум стимулируется через наши органы чувств. Ну, в основном из этих стимуляций мы выбираем, конечно, более приятные. Вот. И в обычной жизни у нас обычная стратегия бессознательная – это переключать внимание на более приятные вещи и фиксировать их там. То есть как только что-то нас тревожит, беспокоит или еще как-то не радует, мы берем книжку или что-то жуем, или ведем какие-то разговоры со знакомыми и так далее, смотрим фильм. Вот. А в йоге мы это делаем сознательно. И в парноямы, в традиционные именно парноямы, как я их понимаю, туда включены обязательно техники работы с вниманием. И одни из этих техник – это техники контроля чувственного восприятия. То есть сенсорная депривация подразумевает сворачивание наших каналов чувственного восприятия вовнутрь сначала. Не все знают, что на самом деле существуют две протихары – антаранга и бухеранга. То есть есть внешняя протихара, которую реализовать довольно легко. На самом деле даже когда мы любым интересным делом заняты, мы входим в состояние протихара. Только не осознавая этого. То есть разница только в этом, что мы это делаем бессознательно. Вот. И внутренняя протихара – это когда мы перестаем отвлекаться на воображаемые объекты. Потому что наш ум настолько силен, он может воображать все, что угодно. Вкус, запах, ощущения. И если мы не заняты, ну, например, нету внешних стимулов интересных, чаще всего мы этим и занимаемся. Мы вспоминаем что-то. Мы погружаемся в фантазии или в планы на будущее. И таким образом тоже свой ум стимулируем. Вот. И на этом классе конкретно я расскажу, как с помощью простых дыхательных техник, которые, можно сказать, механически, автоматически влияют на состояние нашей вегетативной нервной системы, то есть на низшие функции нашей нервной системы, можно поменять состояние ума. То есть контролировать процесс чувственного восприятия и за счет этого контролировать, ну, скажем так, количество и качество впечатлений, которые наш ум перерабатывает. Вот. Об этом будет мастер-класс. То есть техники сенсорной депривации, ну, довольно широкий корпус техник. Как правило, это так называемые надо-парноямы, надо от слова звук, вот, или подразумеваются различные тонкие звуки, которые в обычной жизни, ну, мы, скажем так, не настроены воспринимать. Вот. И можно таким образом настроить свое восприятие, что услышать вот эти тонкие звуки. Они часто используются как объект в практике сосредоточения, как более тонкий объект, на котором труднее сфокусировать внимание, если мы уже на нем можем сфокусировать внимание, то это говорит об определенной стадии поглощенности ума. Вот. Ну, об этом я подробнее расскажу, собственно, на этом классе, как эти техники работают, как сделать так, чтобы они работали эффективнее, и главное, что делать с тем состоянием, в итоге, которое они нам дают. Потому что в йоге недостаточно использовать просто техники, они, конечно, будут действовать в какой-то степени и до какого-то уровня на автомате, на наше тело и психику. Но вопрос всегда большой, а что мы дальше будем делать с этими состояниями сознания новыми? Да. Это вопрос так называемых самодити, правильных взглядов, или вопрос воззрений. То есть воззрение – это не совсем мировоззрение, а то, что как нам правильно относиться к действительности на нашей внутренней жизни в процессе, когда мы эту внутреннюю жизнь наблюдаем, то есть в созерцательных практиках. Это вот про воззрение. Ну ладно, я немножко так сразу тебя заболтал сходу. Вот такой класс будет на фестивале, и в том числе я об этом, вероятнее всего, расскажу. Я в этом смысле очень словоохотлив. Когда есть чего рассказать, это всегда хорошо. Словоохотливость здесь гранична с возможностью делиться. То есть пустые слова – это когда нечего рассказать. Слушай, вы знаете, здесь тогда вот давай, знаешь, затронем интересную тему, на мой взгляд, да, интересную. Возможно, большинством тоже она покажется интересной. В современном мире действительно, знаешь, давай немножко, да, затронем там, так сказать, современность. В современном мире действительно дыхательные техники стали, ну, довольно популярны, да. То есть многие люди обнаружили для себя, что, о, вау, через дыхание можно, оказывается, много что изменить, да, в собственном как бы. Я называю это, знаешь, техникой саморегуляции. Вот, то есть есть даже, да, там, целые направления, невероятно популярные, да, там, например, там, Вимхофф, и, ну, возможно, ты слышал, да. Расскажи, пожалуйста, про разницу подходов вот в современных методиках к дыханию, в дыхании, да, в проноямах, и более традиционных подходах. Ну, есть как бы две разницы. Одна разница техническая, она очевидна, и часто, на самом деле, технически разницы нет. То есть потому что, ну, скажем так, количество дыхательных техник не так велико, как количество, например, техник работы с телом, да, различных двигательных и так далее. И, в общем-то, никто не скрывает, что и современные направления тоже черпают информацию, в том числе и из традиционных школ и подходов, ну, учитывая, что дыхательные техники не являются ноу-хау только индийской традиции, пожалуйста, и китайская традиция имеет не менее развитую йогу, да, и техники пранаямы, в том числе и внутренние практики типа цигуна и так далее. Вот. И, конечно же, техники заимствуют, техники обогащают, но разница не в том, как их используют, а разница в том, для чего их используют. То есть разница в цели полагания, именно цели полагания, оно будет определять, скажем так, сферу действия, сферу применения тех или иных техник дыхания. То есть мы можем применять их чисто утилитарно, для лечения каких-то заболеваний, для, там, улучшения качества жизни или для улучшения, например, своего психологического самочувствия. И, в общем-то, три таких тренда мы можем отметить в современной сфере применения дыхания. То есть либо это сфера медицинская, сфера терапии, то есть это лечение или профилактика каких-то заболеваний, которые отзывчивы именно на работу с дыханием. Действительно, такие заболевания есть. Вот я сам, собственно, как йогатерапевт в основном специализируюсь на дыхательной системе. Ну так уж сложилось исторически у меня. Ну вот астмой там занимаюсь и так далее, заболеваниями легких различных, когда ко мне обращаются. Вот вторая сфера – это, ну, например, те же ребёфинг, холотропное дыхание, сфера психотерапии, ну и такой массовых развлечений, я бы сказал. Потому что понятно, что если по-серьёзному этим заниматься как методом психотерапии, ну, известно, что холотропное дыхание придумал Станислав Гроф, он его изобрёл как альтернативу применения психоделикам. Гроф успешно использовал ЛСД и прочие вещества для лечения различных психических расстройств. Вот, потом эту тему подзавернули и формально сейчас не лечат этим, да, скажем так. Хотя неформально лечат по-прежнему. Вот, и Станислав Гроф, чтобы придумать альтернативу, так сказать, химическим веществам, разработал вот этот метод холотропного дыхания, который физиологически, сразу скажу, он вреден именно по причине гипервентиляции и, скажем так, неконтролируемой гипоксии, которую мы не можем ощутить толком, да, и при этом наши нервные клетки, клетки мозга действительно повреждаются. Этим отчасти обусловлен психотерапевтический эффект, когда происходит такая перезагрузка, по принципу, как клин клином вышибают, да, естественно, какие-то нейронные связи мозга у человека перестраиваются, вероятно, ещё при правильной психотерапевтической работе какие-то жёсткие установки снимаются, какие-то новые когнитивно-поведенческие установки человек принимает, и вот это даёт такой эффект перезагрузки. Но поскольку при этом у нас повреждаются нервные клетки, конечно, я бы никому не рекомендовал на постоянной основе заниматься холотропным дыханием или ребюфингом. Ну, с точки зрения физиологии это не полезно, мягко говоря. Вот. Ну, помимо этого, есть, конечно, более мягкие направления, типа вайвейшн или различные школы телесно-ориентированной психотерапии, где в числе прочего тоже применяются подходы к дыханию. То есть его используют как такой инструмент для того, чтобы как-то входить, может быть, в несколько изменённые состояния сознания или пользоваться для того, чтобы снять, ну, это уже больше неврология, скажем так, а не психотерапия, паническую атаку или паническое расстройство. Вот. Лечит успешно довольно-таки с помощью, опять же, обучения определённым дыхательным техникам, дыхательным паттернам. Вот. И третья сфера применения, ну, наверное, это ещё большой спорт. Большой интерес в большом спорте вызывает, собственно, адаптация организма к различным видам гипоксии и нагрузки. Вот. Поскольку это вызывает морфологические изменения, поскольку это вызывает изменения, ну, прежде всего, в таких параметрах, как выносливость у человека, различные виды выносливости. Вот. Поэтому гипоксии и нагрузки очень интересуются. Ну, естественно, в этой сфере больше исследований доказательных, именно научных, потому что она финансируется больше. Я когда мониторю, в принципе, ну, по своей профессии как преподаватель различные новые исследования, источники, конечно, основная масса идёт из большого спорта, но там не сколько дыхательные техники, а сколько именно гипоксические состояния, поскольку гипоксия может вызвана быть разными способами, вовсе не обязательно задержкой дыхания. То есть субмаксимальная нагрузка на мышцы тоже вызовет гипоксию, подъём в горы тоже вызовет гипоксию. И так далее. Вот. Это, пожалуй... Ну, и основное отличие, ну, вот я уже как бы резюмирую то, что сказал, это утилитарность. То есть когда берут кусочек, может быть, фрагмент какой-то дыхательной практики или вообще отдельную дыхательную технику, раскладывают её на эффекты и, понимая её физиологические эффекты, используют, так сказать, прицельно для решения какой-то проблем. Ну, ещё одно направление, которое как бы отдельно от этих трёх, это, наверное, высокий досуг. То есть когда используют на различных психотренингах, где, собственно, ну, не то чтобы психологические проблемы какие-то человек решает, а это больше для развлечения. То есть пойти там и потусить, интересно, да, и что-то новое узнать. И часто там используют и методы холотропного дыхания, и ребёфинг, и ещё какие-то дыхательные техники. Ну, естественно, в перемешку с различными техниками психотерапии, как правило, групповой. Вот, пожалуй, это ещё одно такое развлекательное направление, где, опять же, используются дыхательные техники. В чём отличие этого всего от традиционного подхода? Ну, традиционный подход подразумевает, во-первых, какую-то сверхидею у человека. То есть нас, как ни странно, мало вдохновляют какие-то вещи, да, связанные, например, со здоровьем или благополучием, если у нас каких-то острых проблем нету в этой сфере. Если человек молодой и хронических заболеваний у него нет, у него только планы на радужное будущее, то есть о здоровье ему думать неинтересно. И также ему особо неинтересно думать о каких-то психологических проблемах, он ещё не успел их приобрести, так сказать. Он ещё скорее не успел их осознать, скорее, так, мне кажется. Не успел их осознать, да, или не успел, так сказать, их заработать и так далее. Вот. И, естественно, сверхидея – это всегда, как в песне Бориса Гребенчакова в 80-х годах, «Сны о чём-то большем». То есть на самом деле у каждого человека есть глубинная мотивация, почему вообще занимаются йогой или чем-то духовным, испытать в жизни что-то иное, что-то нехарактерное для обычной жизни. То есть что-то, что находится за пределами, скажем так, нашего обычного восприятия, нашего обычного там осознания, да, за пределами рамок той реальности, которыми мы себя ограничиваем. Ну, нас ограничивает на самом деле только наше воспитание, наша культура этими рамками. Потому что культура – это определённая всегда идеология, разные идеологии. То есть мы носители идей и ценностей каких-то культуры. С одной стороны, это помогает нам продуктивно общаться, коммуницировать и понимать друг друга. С другой стороны, это ограничивает наше представление о том, как ещё может быть, как бывает. Ну, йога отчасти, да, в том числе эти представления расширяет, когда снимаются, так сказать, какие-то установки внутренние, барьеры психологические, которые мешают нам, как бы, заглянуть за эти рамки. Вот. И традиционно, естественно, йога, она никогда не была оторвана от религиозных идеологий. Это ни для кого не секрет. И хотя современный слоган, что йога – это не религия, но когда это говорят сами индийцы, да, обычно это имеется в виду, что йога – это не то, что мы там выполняем какие-то пуджи, ритуалы, поклонения и так далее, и за это ждём, что нам какие-то бонусы прилетят от Всевышнего. Вот. То есть имеется в виду, что это тхармическое учение, то есть есть понятие религии опыта, религии веры, да, и религия опыта – это когда мы что-то выполняем, какие-то практики, какие-то садханы. Эти садханы, эти практики меняют наше сознание, то есть они его развивают. И уже из новой перспективы мы в это верим, не потому что для нас это является какой-то психологической поддержкой, какую функцию, в общем-то, и выполняют любые религии, любые верования, не потому что это истина, а потому что в это полезно верить, от этого мне жить легче. То есть в основном довод такой. В случае йоги мы, осознавая новые состояния, приобретая какой-то новый опыт посредством практик, мы в это верим, потому что мы это пережили, мы это переживаем. То есть это большая разница поверить кому-то на слово или поверить, когда мы вдохновляемся чем-то прекрасным и хочется в это верить, и совершенно другое, когда мы из собственного опыта верим в то, что мы реально пережили. Здесь, конечно, встает всегда вопрос субъективности нашей интерпретации этого опыта, но это уже немножко другой вопрос. Да, это уже как бы тогда мы окажемся вообще в другой плоскости. Да, в целом, если, можно сказать, грубо резюмировать, к слову просто о религиях веры и опыта, то одно из наиболее ярких представителей, просто чтобы наши слушатели понимали, о чем мы говорим, то есть, например, можно сказать, что классический католицизм это одна из ярких представителей религии веры. То есть у человека, в принципе, мало что требуется, мало какой опыт требуется, от него требуется, грубо говоря, просто участвовать в традициях, в то время как буддийские традиции, они больше запрашивают от человека непосредственно проживание. Ну, я не совсем так, не совсем соглашусь. На самом деле, в любой религиозной традиции есть, конечно же, бытовая религиозность, основная масса прихожан, которые там отмечают праздники, молятся перед едой, ставят там свечу перед иконой, ну, я так грубо обобщаю, да, и есть, конечно же, ядро, есть везде мистические учения глубокие, есть монахи, которые этому посвящают жизнь и так далее, они, конечно, совершенно на другом уровне это понимают. Вот, и в буддизме, поверь мне, достаточно тех, кто ставит в буддии. То есть не меньше, чем где-нибудь еще вообще. Я думаю, пропорция везде примерно одинаковая. Здесь как бы вопрос вообще в том, существует ли внутри этой системы, кроме идеологии, еще феноменологическая как бы система описания. То есть феноменология – это когда мы оперируем понятием причины и следствия, когда мы можем различать, что вот такие-то наши действия, когда мы порождаем причины, они несут такие-то следствия в виде там состояния сознания, наших мыслей и наших поступков определенных. Это называется феноменологией. В этом смысле, например, тоже учение Патанджели отчасти феноменологическое, потому что там есть конкретное описание модели работы сознания, которая рабочая, она привязана к практике, очевидно. Но с другой стороны, там есть мистические шлоки, то есть про Ишевру упоминается, про ситхи и так далее. То, что мы обычной логикой точно объяснить не в состоянии. Можем как-то догадываться и так далее. И такого очень много. И вот завершая мою длинную мысль по поводу чем традиционная пранаяма отличается, что имея, во-первых, сверхидею, сверхидея в индийской традиции, это, естественно, освобождение. То есть если мы возьмем, обобщая все, скажем так, виды религий, которые существуют на территории Индостана, исторически, которые там сложились, у них всех есть несколько схожих моментов. Там везде есть вера в перерождение души, что эта жизнь не первая и не последняя. То есть в буддизме в том числе как бы это есть. Соответственно, везде есть учение о карме, то есть что есть причинно-следственная связь. Ну, там, естественно, в разных школах эти причинно-следственные связи, закон кармы, понимаются, может быть, немножко по-разному. Ну, вот я точно знаю, что в буддизме немножко по-другому понимается, не так, как в индуизме, закон кармы. Вот. Но это вот общее. И везде есть идея освобождения. Освобождение от перерождения, от колеса самсары, прекращение порождения кармы и так далее. Ну, тут в индуизме называется кайвалия, освобождение от, так сказать, обязанности перерождаться. А вот в буддизме нирвана, вот, или небана. Вот. И, в общем-то, это является сверхидеей. Это является сверхцелью, ради которой делаются какие-то садханы. И ради этой сверхидеи человек, на самом деле, жертвует своей светской жизнью. Да. Даже если он домохозяин, ну, то есть он там не уходит в скит, в монастырь и прочее, все равно он жертвует огромным количеством светских удовольствий, потому что вместо этого он тратит это время на садханы. Естественно, чтобы так жертвовать, надо очень сильно верить и быть вдохновленным этой идеей, то есть иметь сверхценность, так называемую. Если у нас этой сверхценности нет, по-любому у нас йога будет утилитарной, она будет светская. То есть поэтому и такие сложные, продолжительные, так сказать, трудновыполнимые, даже с трудом верится, что люди это делают, есть такие садханы традиционные. И по времени они действительно занимают много времени. Это как выполнять какую-то работу каждый день. У нас Гураджи в этом смысле шутит, что он никогда не работал, но поскольку у него садхана занимает рабочий день, вот это моя работа. Вот. И поэтому, конечно же, и результат, и состояние сознания, и, скажем так, спектр воздействия одних и тех же техник, они будут разные. А есть еще более интересная вещь. Я упоминал про обозрение, про правильные взгляды. Вот в зависимости от отношения нашего ума к процессу тренировки, к процессу того, что мы делаем, это будет влиять на наше психологическое состояние. Это как бы психотехника, встроенная в психотехнике, получается. Потому что в зависимости от того, как мы привыкли относиться к процессу, как мы привыкли относиться к результату, от этого будет зависеть наше результирующее состояние. И в этом большое различие, в принципе, в культурных кодах у людей восточных и у людей западных. Ну, те, кто воспитан на западной культуре, западной философии и ценностях определенных культурных, в том, что в Азии это касается... Ну, и я как музыкант еще с этим столкнулся, когда йогой не занимался. Азиатские культуры музыкальные, они так называемые медленные. Во-первых, этой музыке несколько тысяч лет, в отличие от европейской симфонической традиции, которой три сотни лет всего лишь. А имеется в виду, как сложившаяся музыкальная культура, с нотной грамотой, с различными музыкальными формами, со специализациями внутри. То есть не просто там кто-то в народе песни пел, да, а это то, чему всю жизнь учатся профессионалы. Вот, то есть то, чему в Индии, например, там с детства учат, и обычно это музыкальные семьи, где вот эта парампара передается, так же, как парампара йоги. И медленные музыкальные культуры, и главное отличие от быстрых, это не только самих музыкантов, но и слушателей, как воспринимают музыку. Ее воспринимают как процесс, как процессуальность определенная. То есть как процесс, который длится во времени и длится долго. То есть если мы посмотрим музыкальные формы, там рага или макам арабский, вот, это все длинные музыкальные формы, созерцательные очень. И даже сама структура этой музыки такая, что там не развито в композиции, там нет много аккордов. Обычно это ладовая импровизация, это один аккорд, вокруг которого все строится. Зато можно мелодию более красиво. Да, сейчас начинают теряться. Лады, аккорды, вот это все как бы, это прям становится... Я просто очень далека как бы от вас. Собственно, вот эта тенденция к процессуальности, она во всей культуре пронизана, индийской и азиатской. То есть это не только музыки или драматургии касается, это касается взгляда на жизнь вообще. В том числе вот эта вера, что это перерождение не последнее, тоже в этом смысле как-то более расслаблено себя представители культуры ведут. Потому что, ну, а чего торопиться там, не первую жизнь живем. Как-то так. И, конечно же, в йоге вот очень важно эта разница в подходах, в восприятии практики. То есть фактически все начинающие западные йоги, будь они хоть очень старательными или не очень, ориентированы внутри своей практики все время на результат. То есть это соревнование, если не с соседом по коврику, то с самим собой обязательно. Я это много-много лет наблюдал у самого себя и, естественно, у учеников. И в этом сильное отличие, что одно дело, когда вы делаете ради состояния, которое в процессе возникает, а другое дело, когда вы мечтаете о том, как это состояние возникнет в процессе. То есть вы по-любому не здесь и сейчас. И в этом, наверное, главная разница в традиционных садханах и в пранаяме, о которой мы говорим, и вообще о том, как практикуют йогу, из какого состояния исходного это делают. Потому что вайрагия, то, что считается идеалом психологической саморегуляции, я бы так сказал, то есть вайрагия – это значит не цепляться к чему-то приятному или неприятному. Есть более специфический термин упекша, игнорирование. Это когда мы сосредотачиваемся, возникает помеха, внешняя или внутренняя, наш ум отвлекается, и мы эту помеху игнорируем. Вот это называется упекша, игнор. Мы игнорируем в том смысле, что не ведемся на нее, сохраняя невозмутимость какую-то. А вайрагии – это более глобальное отношение к жизни, то есть это то же самое, но развернутое не в контексте практики, а в контексте всей жизни вообще. Если мы вспомним Абхагавадгиту, которую любят цитировать абсолютно все конфессии индийские, и буддисты даже тоже, хотя для них не являются священным текстом, там про вайрагию Кришна наставляет Арджуну, если ты чувствуешь там утрату, потерю, голод или боль, или удовольствие, вот все это постарайся переждать, оставаясь спокойным, невозмутимым. Вот это вайрагия. То есть это качество ума, которое помогает, так сказать, не порождать новой кармы. Просто так. И, собственно, она может возникнуть, только если мы настроены на процесс. Да и, честно говоря, такие длинные садханы, просто, так сказать, жав зубы на одной силе воли, никто не сделает никогда. Рано или поздно просто человек сломает. Если у него нет какой-то вот такой высокой мотивации, если у него нету вкуса как бы от этой практики, которая возникает. То есть мы этот вкус познаем в процессе, а когда мы настроены на результат, мы этот вкус просто не чувствуем, наш ум не здесь и сейчас находится. Вот. Очень интересно, очень много интересных всяких моментов затронул. Если суммаризировать вышесказанное, то есть можем ли мы сказать, что одно из главных отличий между традиционными парноямами и их западным подходом к дыхательным техникам является именно вот этот, на самом деле, тонкий, а в то же время, на самом деле, очень значимый момент, вот это именно от того, что западные дыхательные практики имеют как бы за собой основной результат. То есть их делают потому что, для того что, грубо говоря. Да, это психологическое отличие. То есть технически даже, может быть, совершенно одинаково они выглядят. Скорее всего, даже это так и есть. Но то, с каким намерением их делают, в этом главное отличие. То есть с каким намерением. Да, как правило, западный человек в этом смысле более прагматичный, более целеустремленный, и он стремится к объективизации. Почему так сейчас популярны физиологические объяснения, техник? Действительно это полезно, потому что, зная, как действует, мы можем этот инструмент к месту и по назначению применить. И в этом смысле, я думаю, Патанжеле одобрил бы. Ему же еще приписывают, что он автор текстов по Айурведе, но это уже приписывают, скорее всего. Но, тем не менее, я думаю, что Патанжеле был весьма образованным человеком для своего времени, потому что необразованные и бедные йогой не занимались. Это был приоритет кастовой верхушки, на самом деле. Очень редко, то есть была возможность из каких-то низших слоев, да, каст, там, продвинуться в йогины. То есть мы говорили, заработайте благое перерождение, как говорится, состоятельной семьи, у хорошего царя в государстве, где нет войн и так далее. Вот. И, конечно же, вот это отношение, оно определяет, с одной стороны, качество практики, а с другой стороны, собственно, для чего мы делаем. И, ну, я считаю, что на начальном этапе мотивация не так важна, потому что если человек начнет делать какие-то техники, по-любому это начнет менять как-то его сознание, там, медленно или быстрее менять. И в процессе, когда у него появится вкус, то есть он убедится, что, да, техника работает, что какая-то польза есть, а что же еще? Ну, так, то есть он, скажем так, у него появится возможность задавать правильные вопросы. Да, очень интересно. про, да, возможность, что называть, знаешь, открывается как бы больше пространства, больше пространства понимания происходящего, и оттуда уже, тут уже, собственно, зарождается другой интерес. Очень интересно подмечено. Скажи, какие еще классы ты планируешь провести на фестивале? Ну, на фестивале у меня другая моя любимая тема это культура движения, но это уже мой коллега Игорь Пантюшев, так сказать, застолбил словосочетание. Да, я занимаюсь динамическими техниками, но вот очень активно и по многу я начал где-то с 2011-12 года ими заниматься. До этого я тоже интересовался, это вот с тех пор, как я познакомился с Саймоном Боргом Оливера, занимался организацией его семинаров, САЛ в них участвовал, естественно, мы до сих пор общаемся, ну, в онлайне сейчас есть, конечно, вот. И, ну, в общем, у меня такой вкус появился, в основном для меня вот эти динамические техники, это дыхание, но только в движении. То есть, САЛ когда практикую, я это делаю с устойчивыми дыхательными ритмами, под метроном, иногда с задержками дыхания и так далее. Вот. И в основном для меня, чтобы это движение, оно ложилось на поток дыхания. То есть, тоже первично дыхание и, скажем так, сложность формы для меня, честно говоря, вторична. Я и очень простые какие-то выполняю, ну, на внешний вид техники, и какие-то более навороченные. То есть, давно уже не стоит задачи, и там сложность ради сложности. То есть, я тот период, когда, ну, там мне было интересно мост с захватом за лодыжки сделать и прочее, это там было 15-20 лет назад уже. Все это миновало. Уже, так сказать, ну, и положение не обязывает это все демонстрировать. Вот. Это вот вторая тема. В основном эффект от такой практики, это один из способов сомато-психической саморегуляции. То есть, мы работаем с так называемым внутренним образом тела. То есть, то, что дано нам в ощущениях кинестетики. Вот. И можно сказать, что этот внутренний образ мы расширяем и развиваем посредством освоения каких-то новых форм, движений. Ну, отличительная особенность, что в основном это волновое и спиральное движение, что в основном это движение без использования рычагов. То есть, как мы в асанах используем, когда там с помощью там схватаемся руками за ноги, например, и за счет этого как-то вытягиваем спину и так далее. Здесь этого нет. Здесь в режиме активной подвижности или активной гибкости, так называемой, но это не отменяет пассивные растяжки, потому что она просто так у вас не появится от активной гибкости все равно. Но, тем не менее, вот этот режим активной гибкости, он способствует тому, что мы за счет одних мышц растягиваем другие мышцы антагониста. И мышца антагонист, которая тянется, она это в некотором тонусе делает. То есть, это полностью исключает, например, травмы, которые мы получаем от некорректной растяжки, вообще исключает в принципе. И это способствует выработке, ну, именно активной подвижности, когда мы можем контролировать нашу гибкость, фиксации суставов, суставов, да, мышцами, которые сустав окружают. Вот, ну, то есть, вот такая тема в плане опорно-двигательного аппарата. Ну, и, естественно, помимо динамических форм, конечно же, статьку это не отменяет, все равно она там есть. Ну, вот такую тему я раскрываю именно в контексте волны спиралей, скажем так. Ну, это интересная работа. Она, ну, во-первых, там есть как бы прототипы асан, да, только в форме более, скажем так, мягкой, в форме более подвижной. Вот. Во-вторых, наверное, легче и интереснее эта практика для тех, кто какой-то двигательной активностью занимался. То есть, вовсе не обязательно йогой. Как раз йоги, кто занимался, так сказать, статикой, они в этом смысле очень деревянные. Мозг просто непривычный к такому типу практики. А вот кто занимался танцами или единоборствами, боевыми искусствами, где нужно движение зеркалить, эти люди учатся быстрее. То есть, у меня, например, никакой способности к танцам никогда не было, да. У меня супруга занималась, ну, и сейчас занимается много лет. Она сначала Одиссе занималась лет 15, потом Фламенко лет 10. Сейчас перешла на латинский. У меня прикол. Вот. И в этом смысле, например, ну, если меня, я пойду на танцы, там, конечно, будут ржать там и прочее. И тоже у меня будет разрыв мозга, скорее всего, от этого. Вот. Но определенная есть уже система, в принципе, от маленьких движений, от периферии мы идем к более обширным. И смысл всех этих движений научиться двигать позвоночником в любом направлении. Ну, есть вот такая система уже у меня, в принципе, сложившаяся, как система обучения. Вот это. Слушай, ну, шикарно звучит. Прямо звучит. ну, очень интересно. Главное, чтобы состояние такое же шикарное было, как звучит. это уже что называется дело техники. Это что называется дело техники. Ну, что, слушай, я прям, на самом деле, мне прям очень интересно то, что ты рассказываешь. Я очень еще надеюсь, что мы с тобой встретимся еще не раз в прямых эфирах и поговорим более подробно про многие темы, которые мы сегодня, так сказать, как бы, да, затронули, выдернули. Вот. Буду очень рада еще с тобой пообщаться. Друзья мои, я напоминаю о том, что Миша пришел сегодня на эфир не с пустыми руками, а с подарком, который вы можете у меня в шапке профиля в топ-линке висит ссылка на собственно подарок от Миши. Поэтому... смотрите, там я просто в Алену поправлю. У Алены висит ссылочка это на курс, но его не нужно оплачивать. То есть, вы можете просто зарегистрироваться и вам в рассылку придет подарок. У меня в шапке профиля еще другая ссылка. Висит просто шапка профиля одна, ссылок две. Вот. Если зайдете ко мне, сразу попадете на чат-бота, вы попадете через него в Телеграм, и он вам там сразу подарок на кнопку нажать, можете его сразу получить. Вот. Ну, то есть, чтобы обещанный подарок вы получили. Да, это на самом деле видеоурок, и видеоурок, посвященный пранаями в контексте работы с вниманием. Ну, это вообще моя любимая тема, как преподавателя практик осознанности, как это модно сейчас говорить. Я просто в контексте буддийской медитации порядка, ну, наверное, 20 лет или больше, и с этого началось мое преподавание, началась йога. До этого я так скромно занимался, лет 5-6. Вот. И, собственно, самое интересное, что для меня на данный момент интересно последние годы, это именно психотехники, психопрактики, то есть, это техники созерцания, техники сосредоточения. Естественно, в пранаями эти техники присутствуют, но в определенном объеме. То есть, там есть такое понятие пранадхарана, или чакрадхарана, или нададхарана, то есть, это техники ротации внимания, техники концентрации, которые надстроены над дыхательным ритмом. То есть, есть устойчивый дыхательный ритм, задержки с банхами как основа, и дальше идут различные приемы управления вниманием, там, управление, там, глазодвигательными мышцами, например, дришти, ротации внимания, там, с помощью разных модальностей, ну, три у нас основные модальности восприятия рабочие, это кинестетическое ощущение, и она, собственно, занята у нас на дыхании, потому что мы контролируем непроизвольный процесс физиологический, осознанно это делаем. У нас есть модальность звуковая, и здесь применяются биджа-мантры или многослуговые мантры, чтобы подключить эту модальность тоже в процесс внутреннего делания, которым мы заняты в парнояме, и модальность визуальная. Вот в тибетской традиции распространены в том числе визуализации в парнояме, а в индийской, кстати, почему-то нет. Вот, интересная особенность, в тибетской мы можем встретить там каналы разного цвета, предлагается представлять там периферические, центральные, в них там что-то может быть там еще помещено, какая-нибудь буква, толкающая белый шарик и так далее. А вот, в индийской это просто ротация внимания по опорным точкам, мы как таковые там не воображаем никакие чакры с лепестками, а просто перемещаем внимание. Вот, но вот эта когнитивная нагрузка, когда она выполняется на фоне гиперкапнии и гипоксии, когда нашему мозгу в принципе тяжело терпеть задержку, вот, она, конечно, особым образом тренирует мозг и, собственно, дозированная гипоксия нагрузки, это вот переходя к заявленной теме научных исследований, она достоверно повышает когнитивные способности. Я знаю два исследования российских причем, одно исследование на школьниках проводилось и там то ли 12, то ли 16 процентов успеваемость повышалась у группы, которая дышала газовой смесью, обедненной кислородом. Ну, то есть это был вариант проноямы, но техно-проноямы, без задержек, но с гипоксией, вызванной просто газовой смесью, в которой меньше кислорода. И второе исследование, это уже попозже, 15 или 16 год, тоже, по-моему, Новосибирский университет, исследовали уже студентов, и тоже там была контрольная группа, которая какие-то тесты делала, была группа основная, которая дышала газовой смесью и те же тесты выполняла, ну и, соответственно, сравнивали, опять же, результаты этого тестирования. Ну, тесты там, наверное, обычные, это когнитивные тесты на запоминание слов, например, на счет в обратном порядке, там, четверками, восьмерками и так далее, возможно, еще какие-то психологические тесты. Вот, и там тоже показалось, что умеренная дозированная гипоксия, она стимулирует активность мозга, предфронтальной коры, хорошо влияет на память, на креативность. Вот на креативность это я на себе заметил, это подчеркивают, на самом деле, все, кто регулярно занимается проноямой, возрастает именно такая творческая активность. Ну, наверное, на самом деле, возрастает в той сфере, к которой привычен, поскольку я, как бы, привык, как я гуманитарными, в основном, науками занимаюсь, вот, видимо, в этой сфере и прирастает. Я полагаю, что те, кто занимается с программированием или какими-то точными, инженерингом, у них, наверное, в их области креативность появляется. Вот, это связано с эффектами проноям, проноям, которые, ее воздействие на мозг, в основном, два эффекта, достоверно доказанный сейчас это эффект улучшения мозгового кровообращения за счет гиперкапнии, когда углекислого газа накапливается много, он влияет на тонус сосудов, сосуды расширяются, просвет становится больше и при этом вязкость крови становится меньше, то есть кровь разжижается. И за счет этого обеспечивается лучший кровоток в мозг. Второй эффект гипоксический, когда у нас уже большая задолженность, кровь обедняется кислородом, опять же, наш организм никогда не будет обделять мозг. Тогда наступает эффект очень интересный, перераспределение крови, сужаются периферические сосуды, депонируется кровь из них, вот так же депонируется кровь из селезенки, вот это дополнительные эритроциты, содержащие гемоглобин, собственно, депо для кислорода, и мозг получает в этом случае опять же больше, чем даже в обычном дыхании. Вот такой парадокс, что мы дыхание задерживаем, а мозг питается лучше. Естественно, туда вместе с кровью не только кислород попадает, но и глюкоза, и другие необходимые для жизнедеятельности мозговещества. То есть вот два вот таких аспекта, которые позитивно влияют на когнитивные функции наши. Один аспект улучшения кровоснабжения мозга, а другой аспект его тренировка в условиях умеренной гипоксии нагрузки или выраженной гиперкапнии, что обычно взаимосвязано. Сначала гиперкапнии наступает, а потом гипоксия развивается дальше. И на эту тему на самом деле много исследований. Вот я упоминал сферу спортивной медицины. Я когда год назад готовился к преподавательскому курсу по пронояме, я решил собрать у себя в отдельную папочку сложить. Я порядка двухста нашел исследований. Если знать по каким ключевым словам гуглить, то находится гораздо больше. Обычно когда обычный человек ищет, то есть там что-нибудь дыхание, пронояма, ну и ничего вы не найдете. Надо гуглить что-нибудь гипоксическое перекондиционирование. Да, Притом большинство текстов наверняка не гипоксии нагрузки, или хроническая гипокапнимия, тогда на медицинские сайты попадете. Опять же, если вы знакомы с медицинской литературой, со специализированной, ну, например, я всем рекомендую для начала книжку Агаджаняна Мэрса прочесть как раз гипокапнимия как системный патогенный фактор. То есть там рассматривается дефицит углекислого газа как системный патогенный фактор, который ведет к сдвигу функциональных систем в различных, то есть на много на что влияет и к возникновению хронических заболеваний. Там это целая книга, подробно описываются эти механизмы, но, конечно, ее читать тяжело человеку, незнакомому с медицинскими терминами, то есть придется все время заглядывать в сноски, что это означает, пока привыкнете. То есть ее так разобрать сложно. То есть я так несколько лет я знал о ее существовании, читать начал, может быть, лет 10 назад только. Ну, в смысле полноценно читать, понимая, что там написано. Кроме того, ну, вот, наверное, самые интересные исследования, такие серьезные, у нас, конечно, в сфере фридайвинга гипоксические. В сфере фридайвинга Наталья Молчанова много лет занималась на базе Рбувка московского, а, собственно, она одна. Вот, я знаком еще с Ольгой Давыдовой, как бы она ученица Молчановой, она по профессии, по своей образованию, она биолог еще изначально, и она тоже в свое время исследование, ну, она курсовую писала на курсе по фридайвингу, когда еще это надо было тогда делать. Вот, и, в частности, мы с ней тоже обсуждали, она лучше меня разбирается в различных там циклах Крепса и прочих, то есть, в клеточном дыхании в обмене веществ. Вот, и я как-то с ней консультировался по поводу, там, что-то готовился к какой-то лекции. Вот, и у Молчановой, в принципе, до сих пор в архивах, пожалуйста, на сайте можно найти, ее цитируют активно фридайверы, вот, и включают ссылки на ее исследования в другие исследования, то есть, они достоверны, там нормальная ретификация сделана научная, то есть, там соблюден протокол доказательной науки, так называемый, то есть, когда должна быть такого-то количества основная группа, должна быть обязательно контрольная группа, которая не делает обязательно сравнения и так далее. Вот, а потом, ну, у нас в сфере йога-терапии, кто сейчас активный, это мой давний друг Артем Фролов, занимается исследованием дыхательных техник, и очень-очень он наверстывает, я бы сказал, то есть, он интереснейшие исследования по газоанализу провел в прошлом году, я в них участвовал, на самом деле, они длились дольше, начались раньше, просто очень долго, подопытных нужно находить, кто там сможет эту технику выполнить, то есть, не всякий человек может дышать с пропорцией минута дыхательный цикл, например. И когда это исследование Артем делал, естественно, опытных практикующих, которые дышат 30 секунд дох-30 выдох, нашлось немного, ну, а кто дышит там 40 или 50, ну, то есть, уже полторы минуты дыхательный цикл, нашлось вообще там 3 человека, по-моему, вначале. Я представляю себе, что, да, здесь наверняка материал для исследования такой достаточно, но тоже попробуй как исследователь их найти. Миш, мне очень интересно с тобой разговаривать, у нас, к сожалению, с тобой подходит время к концу. Да, это хорошо, что ты так контролируешь, я обычно эфиры склонен, конечно, затягивать совершенно неприлично. Тебя, на самом деле, просто дико интересно слушать, то есть, я просто получала огромное совершенно удовольствие от нашего с тобой общения, буду очень надеяться, что мы с тобой еще встретимся в прямых эфирах, ну и, конечно, с нетерпением, на самом деле, жду нашей с тобой встречи на фестивале, я вот прям, ты мне так вкусно рассказал про те классы, которые тебя намереваются, я вот сейчас собираюсь прям сразу после эфира посмотреть, собственно говоря, расписание. Вот. Друзья мои, да, напоминаю про ссылку у Миши, Миша, буду с тобой прощаться, это был один из самых интересных эфиров вообще, который я когда-либо вела. Спасибо тебе огромное, спасибо тебе огромное, и, друзья, до новых встреч, видите, насколько много всего интересного может рассказать человек, который действительно глубоко практикует йогу, да, и рассматривать ее в разных призмах, собственно говоря, чего вам... повторяю опять же твоей очень ненавязчивой модерации, вот спасибо, что интересными вопросами меня направляло. Ну, отлично, очень интересная беседа для меня получилась, спасибо тебе огромное за время еще раз, и до встречи, пока. Да, до скорой встречи, не забудь сохранить эфир, здесь уже просят, и меня десяток учеников тоже попросило, кто в других часовых поясах сохранить. Конечно же, всем счастливо, пока.